Престольный праздник – это всегда радость и соборная молитва, а в 2017 году еще и архиерейское богослужение. 25 февраля – День Иверской иконы Божьей Матери собрал в храме поселка Октябрьский не только местных жителей, но и прихожан других храмов благочиния. Солнышко прорывалось сквозь тучки сырого и слякотного денька приезда митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Праздничная литургия наполнила храм благодатью. Теснота, созданная большим стечением молящихся, не помешала ей раствориться в сердце каждого. Зусердное служение Святой Церкви владыка наградил настоятеля храма в честь Иверской иконы Божьей Матери Иерея Александра Борисова правом ношения на бедренника и каменлавки. Теснота, созданная большим стечением молящихся, не помешала ей раствориться в сердце каждого. храма историю иверского образа Царицы Небесной настоятель Екатерининского храма Михайлова Иерей Александр Рунов. Она за всех нас скорбит, за всех нас переживает и также за всех радуется, когда мы хотя бы немного движемся к исправлению. Ныне покойный митрополит Симон, очень почитавший Пресвятую Богородицу, в своей проповеди достопочтимый владыка вспоминает Марию Египетскую. Он вспоминает, как бывшая грешница, блудница попала на празднование во Святую Землю, в город Иерусалим, и хотела вместе со всеми войти в Иерусалимский храм для поклонения, но сила Божия ее не пустила, и несколько раз она пыталась войти сквозь открытые двери, куда беспрепятственно все проходили, и не могла. И тут она увидела над вратами церковными образ Пресвятой Богородицы и взмолилась ей, чтобы она походатайствовала заступничеством у своего сына, чтобы Господь пустил ее для поклонения и дала обет исправить свою греховную жизнь. После такой молитвы она беспрепятственно попала на богослужение в Дом Божий, и затем, как мы знаем, стала великой святой. Вот насколько сильно заступничество Пресвятой Богородицы, она может умолить своего сына даже за самого тяжелого и великого грешника. Так совпало, что праздничная литургия состоялась накануне Прощенного Воскресения. Владыка попросил у всех прихожан прощения и обратился с пожеланием быть смиренными и принимать все, что посылает Господь без гордости и противления. Я в преддверии Прощенного Воскресения хотел бы попросить у вас всех прощения за, может быть, те грехи, которые я имею, или кто-то, может быть, если имеет на меня обиду какую-то или что-то еще, простите меня грешного. Господь своей благодатью человека любви допросит и помилует всех нас. После литургии настоятель храма Иерей Александр Борисов от лица всего прихода поблагодарил Владыку за радость совместной молитвы и преподнес подарок – кисточку для совершения помазания елеем. Я хочу поблагодарить за сегодняшнюю службу, за то, что вы сегодня к нам приехали. Вместе с нами помолились в наш прескольный праздник Игорской иконы Божьей Матери. И хотели бы мы поблагодарить вас и подарить вам на молитву память подарок от наших всех прихожан, чтобы вы поняли о нас и знали, что мы вас всегда любим, всегда ждем, что вы наш пастырь, и мы всегда будем с вами и за вас. Спасибо Господу. Спасибо Господи, дорогой мстец Александр. Спасибо вам за этот подарок, за кисточку, для того, чтобы помазывать елеем. Конечно, может быть не только здесь, в основном в соборе, но и в других местах, где буду служить. Спасибо за ваше служение. Вы не многое время здесь находитесь, но уже проявили себя как смиренный человек, как добрый пастырь. Дай Бог вам помощи Божьей, усердия, терпения, служения народу Божию. Народ любит доброту, народ ожидает утешения и поддержки. Несите же людям свет, мир Христов, радость. Поддерживайте каждого, кто приходит, каждого изнемогающего, каждого, у кого руки ослабели от поста или от ускрушений. Не прекращался поток желающих получить благословение архиерея. Одна очередь плавно переходила в другую. Возле храма уже вовсю парил самовар, а румяные блины так и просились в уста усердно помолившихся православных христиан. Мурашки прям, дрожь по коже, и плакать хотелось, конечно. Все хорошо. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Готовились всем миром, да, к этому событию, к приезду архиерея. Расскажите, какую лепту вы внесли? Лепту. Стараемся жить по-божьему, приносить добрые дела и Богу, и людям. Старались, пекли и блины, и пироги, чтобы всем угодить. Во славу Божью. А вот сегодняшняя служба? Сегодняшняя служба, это можно сказать, это как заново родилась. Такое в душе сердцебиение, что хочется жить и только делать добрые дела. И накануне прощенного дня хотелось бы у всех попросить прощения, чтобы все были друг к другу милосерднее. Всем здоровья, благополучия и с наступающим Великим Постом. Такое в душе успокоение и веселое, веселое, прям, ну, можно сказать, может, нельзя так говорить, но веселое настроение. Хочется в то же время тишины и покоя и пожелать всем только всего самого хорошего. Поздравить всех с наступающим Воскресеньем. И большое спасибо Владыке и всем, кто к нам сегодня приехал в гости в наш такой красивый храм. Вообще архиерейская служба отличается? Во многом, конечно. Мы же привыкли к простому, к такой простому был служению. А тут душа радовалась. То есть мужские голоса просто прекрасны. А храм свой любите? Очень, очень. У нас очень красивый храм, благодатное место. Какой-то такой день, вот я посещаю храм, стараюсь приходить и молиться о здравии своей семьи, о упокоении моих близких и родных, для меня людей. Вот сегодня как-то Господь Бог мне просто послал силы прийти в храм. И я первый раз попала на такое богослужение, сильное богослужение. Я получила такое утешение для своей души. И еще я получила какую-то Божью благодать. Нахожусь вот даже под каким-то влиянием вот этой благодати. И я сегодня благодарна Господу Богу, что Он дал мне такую возможность попасть на это богослужение. И я очень рада. Действительно, богослужение было необыкновенное. Было необыкновенное. Просто благодать. Я просто, казалось, что я нахожусь вот в каком-то, в каком-то нахожусь, действительно вот в какой-то благодати нахожусь и слушаю, и все. Вот это проникновенно все очень. Мне все понравилось. Слава Богу за все. Слава Богу, вот. Слава Богу за все, за все наше, за все, что Он нам дает Господь Бог. Я благодарна. Порадовались мы за всех, кто сподобился в этот день получить из рук владыки горячего чаю. А за Евгения Тихонова особенно, что спустя долгие годы разлуки с Богом он его обрел в Святом Таинстве Крещения. А когда вы приехали из Белоруссии? Как вы здесь сегодня оказались? Я приехал к брату в Рязань. Он просто... Вот он, кстати, идет. Вот он меня сюда сподобил привезти, решил, так сказать, привезти меня сюда в храм на праздник. Но оправдалось ожидание? Ну, конечно, конечно, конечно. Очень впечатлило. Очень впечатлило. Вообще в Бога верите? Да. Уже верю. Недалеко, как в субботу я крестился только. Серьезно? Да. Только в субботу? Только в субботу. А что вас подвигло креститься в таком состоянии? Я очень долго шел к этому. Очень долго. Слава Богу, что пришли. Пришел. Молодыка. Пост приближается. Остался всего один денечек. Великий пост. Вот он хоть и строгий, но почему-то радостно как-то мы его ожидаем. Как вы думаете, в связи с чем это? Душа по природе христианка. И по природе душа христианка настоящая. И когда мы согрешаем, то совесть наша чувствует, что мы поступаем неправильно, мы ошибаемся. Совершаем проступки, грехи, падения. И душа стремится очиститься. Поэтому душа, как и ожидает весну, когда все очищается, обновляется, жизнь прозрождается. Так и душа наша в течение поста очищается, если мы к этому предлагаем усилия. И вот, конечно, душа им ждет обновления такого. Не было в поселке такого храма. И вот он появился буквально, может, несколько лет назад. И сейчас такое стечение прихожан. Как вы считаете, вообще важно, чтобы в таких населенных пунктах, как поселок Охтябрьский, были храмы? И был приход такой добрый, светлый, радостный приход. Жизнь любого поселка, жизнь любого села, она немыслима без православного храма, без богослужения. Если в поселке нет храма, то, как показывает практика, жизнь идет не так. Я вспоминаю разговор с одним благочином, не в Рязанской области, а в другой области. И он сказал, вот две деревни рядом, два села. В одном храм возрождается, а в другом храм не возрождается. И, соответственно, статистика. Там, где храм возрождается, там и население более радостное, и детей больше рождается, и самоубийство меньше. А там, где храм находится в разрушенном состоянии, то все плохо и какое-то состояние депрессивное. Поэтому для того, чтобы люди жили нормальной жизнью, им нужен храм, нужна религиозная жизнь, нужно причастие. Потому что это как раз слагаемая настоящая жизнь. Вадикал, с сегодняшнего богослужения Вы в этом храме впервые служили. Что Вы можете отметить? В этом храме я в этот раз совершал богослужения впервые. Символично, что это произошло в праздник. Праздник престольный, праздник Иверской иконы Божьей Матери. Храм понравился чем? Тем, что он сделан с любовью. И, конечно, самое главное, что он полон народа. Люди приходят сюда, и люди искренне хотят молитвы. Вот это такое ощущение молитвы и предстояния перед Богом, это было свойственно, и это чувствовалось во время сегодняшнего богослужения. Вадык, благословите всех наших телезрителей, которые не смогли сегодня побыть на таком прекрасном архивеевском богослужении на Великий пост. Дорогие братья и сестры, хотела вас всех призвать к трудностям и к тяготам поста, в пост. Если воспринимать его правильно, если стремиться исправляться, то пост дает великие силы для души. Он дает нам вновь ощущение безгрешности, ощущение какой-то такой детскости. Пост пробуждает в нас и духовные силы, и интеллектуальные силы, и физические силы. Поэтому пост – это действительно настоящее пробуждение и души, и тела. Если мы постимся правильно, постимся, как нам заповедовали наши отцы. С праздником и, как говорят на Востоке, с прекрасной Четыридесятницей. Рано или поздно хорошее заканчивается. Но не в нашем случае. Мы увезли с собой благодатное чувство предпостовой радости, общение с дорогим владыкой и надежду на скорую помощь Царице Небесной в решении сложных задач и укреплении духа на поле брани с врагами видимыми и невидимыми.